Термин «реновация» от латинского означает «обновление, улучшение, реконструкцию». Он может применяться в отношении объекта недвижимости, если речь идет о строительном секторе, или же движимого имущества, например, машиностроительной отрасли. Реновация – снос старых жилых зданий высотностью не более пяти этажей, относящихся к категории непригодных для проживания. Чаще всего к таким относятся дома, построенные до 1960-х годов. В рамках реновации осуществляется расселение и снос ветхих и аварийных объектов с заменного жилья на равноценное или равнозначное по площади и количеству комнат во вновь построенных домах с сохранением района или административного округа проживания. Новые квартиры могут предоставляться участникам программы бесплатно или же с доплатой, если они хотят увеличить жилую площадь. Также программой предусмотрена возможность получения вместо недвижимости денежного возмещения. Но воспользоваться этим правом доступно только если среди ее собственников нет несовершеннолетних и недееспособных лиц. Реновация промышленных предприятий. Производственный процесс неизменно сопровождается моральным и физическим старением машин, оборудования и сооружений. Одним из путей восстановления фондов считается реновация, которая дает возможность увеличить уровень производительности в процессе реновации промышленности применяются следующие методы. Списание отдельных объектов, используемых в производственном цикле, и замена их более новыми и совершенными моделями. Реконструкция предприятий в целом или его отдельных подразделений, предполагающая замену изношенных объектов на более современные. Полная ликвидация старого производства и строительство на его месте нового предприятия. Машиностроение, реновация, восстановление эксплуатационных свойств отдельных деталей и узлов в целом до уровня новых изделий с целью их повторного использования. Коллаген – это нитевидный белок, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме – костей, сухожилий, хрящей, связок сосудов кожи. В тканях коллаген находится в основном в виде волокон. Для него характерна прочность на разрыв и гибкость. Это самый распространенный белок в организме человека. 50% всего коллагена содержится в костях. Название структурного белка образовано от кола, что в переводе с греческого означает «клей». И это неспроста. Молекулы коллагена сплетаются в тонкие и длинные волотна. Последние называют фибрилами, и их предназначением является фиксация клеток. Они необходимы для соединения клеток организма в единое целое, что позволяет тканям сопротивляться растяжению. Коллаген способствует улучшению состояния кожи. Коллагеновые волокна влияют на ее прочность. Благодаря им кожа обретает эластичность, увлажненность и подтянутый вид. Укреплению костей коллаген предотвращает их разрушение, улучшению работы сердца. Среди полезных свойств коллагена также способность предотвращать заболевания сердца. Формируя стенки артерий, он является одним из важнейших элементов. Его дефицит приводит к разрушению артерий, отвечающих за транспортировку крови внутренним органам. Укреплению ногтей и волос. Коллаген делает ногтевую пластину ровной и гладкой, а волосы гладкими, блестящими, без секущихся кончиков. Производители коллагена получают его из костей и соединительной ткани животных, частных, преимущественно хоров или рыб. В продаже также можно найти растительный коллаген, который, по сути, коллагеном не является. Это гидролизованный белок, который обычно получают из лаков, и он не содержит незаменимых аминокислот, которыми богат обычный коллаген животного происхождения. Еще раз подчеркиваем, что кремы с коллагеном не помогут восполнить недостаток этого белка в организме. Молекулы коллагена слишком крупные, чтобы попасть в кожу через поры. Недостаток коллагена можно восполнить только введением его подкожно, либо стимулированием его выработки. Субтитры создавал DimaTorzok